Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сколько существует мой канал, периодически мне задается вопрос о моих любимых ароматах. Сегодня я о них расскажу, но хочу сразу сказать, что я человек, который имеет любимые ароматы, имеет также духи, которые на самом деле для этого видео мне было сложно собрать, потому что что-то лежит у меня в машине, что-то лежит у меня в сумке, что-то лежит у меня иногда даже в кармане. Я сейчас покажу мини-формат духов, который часто я кладу в карман. Но при этом я человек, который очень спокоен к запахам, потому что я считаю, что даже когда мы используем духи корректно, мы, в общем-то, этими духами не пахнем. Крайне редко я могу, как человек, который снимает стрит-стайл, очень часто находится, что называется, среди людей, я очень редко могу почувствовать вот этот приятный шлейф. И я, в общем-то, считаю, что человек просто должен ничем не пахнуть, ничем невкусным не пахнуть, чем распространять вокруг себя запах парфюмерной лавки. Но при этом я являюсь человеком, который очень и очень чутко относится к запахам вокруг себя. И поскольку видео именно о запахах, о любимых запахах, я хочу сказать, точнее, хочу начать это видео с запахов, которые предназначены для амбьента, то есть для парфюмирования того помещения, в котором мы живем. Вот такие духи. Это моя новая покупка, моя новая находка. Обошлась мне в 9 евро. И любой, кто живет в Италии, в магазине, где продаются биоэкопродукты, сможет купить подобную вещь. Там было 4 или 5 запахов. В общем-то, можно выбрать. И в чем суть вот таких духов? Периодически я их покупаю. Но могу сказать, что эти духи очень сильно портят все, куда они попадают. Например, если я сейчас разбрызгаю вокруг себя, и эти духи попадут на кожаные подушки, на которых я сижу, то останется след. Я, например, использовала достаточно долго подобные духи в своей машине. Мне нравится, когда в машине пахнет приятным. И мне нравится, когда дети говорят, что в машине пахнет печеньками. Но могу сказать, что на бортовой панели у меня остались следы. Почему? Потому что это натуральные духи. Конкретно на этой бутылке не указан состав. Но это 100% эфирные масла. Это, возможно, спирт, возможно, вода. Не знаю. Здесь, как это ни странно, на самой боковке нет ингредиентов, но заявлен продукт как 100% натуральный. Поэтому я уверена, что это смесь эфирных масел. Я вообще очень люблю эфирные масла. Масла. Есть у меня даже видео на канале. Масло лаванды мое любимое. И очень часто я использую масло лаванды, либо масло лимона, либо масло апельсина. Просто как духи наношу традиционно на запястье. Кстати, если вы вдоль шаттеза, то есть если вы ждете ребенка, я могу сказать, что мне очень и очень от токсикоза помогал запах лимона. Самое обычное масло я покупала в аптеке. И очень мне помогал. А этот запах, это Аква де Парма. Но это лимитированная коллекция для дома. Покупала очень и очень давно. И имеет, на мой взгляд, древесный аромат. Хотя я вообще не разбираюсь в ароматах. Я никак не могу их охарактеризовать, когда я их слышу, когда я их чувствую. И, в общем-то, даже если вы... Да, кстати, написано Лени. Это действительно древесный аромат. И, в общем-то, продавалось в наборе с ароматическими палочками, которые я тоже периодически покупала. Сейчас вам покажу одну упаковку, которую я недавно купила. И мне этот аромат очень нравится. Я бы, возможно, его даже носила на себе, что иногда и делаю. Потому что я думаю, что все-таки такой серьезный производитель, как Аква де Парма, делает все достаточно безопасно. Но, тем не менее, это тоже духи, которые предназначены для того, чтобы вкусно пахло вокруг нас. Сказала я, что Аква де Парма продавалась в наборе с ароматическими палочками. И, на самом деле, я покупала этот подарок своим друзьям. В том числе и этот запах, а также ароматические свечи. Но так получилось, что не пошла в гость. Что-то случилось у меня уже, не помню. Это было очень-очень давно. Ароматические палочки тоже я покупаю в биомагазине. И, в общем-то, запах я не умею выбирать. Вот так понюхала. И хорошо, если мне нравится. Поэтому это, в общем-то, любые ароматические палочки, которые понравятся мне в моменте. Единственное, что раньше я не придавала значения тому, где я их покупаю, кто производитель. Вообще, продукты горения – это то, что не полезно для нас. И даже самые качественные ароматические палочки, проверенные, протестированные, лицензированные, и все, что должно быть, это то, что мы должны использовать в открытых помещениях, в хорошо вентилируемых помещениях. Возможно, на террасах, на балконах, но никак не в закрытом помещении, потому что продукты горения могут быть для нас токсичны. Поэтому теперь ароматические палочки я покупаю в магазинах. Стоят они дорого, гораздо дороже, чем я покупала раньше. Я любила, кстати, еще в Москве покупать в каком-нибудь проходе, тоже мне очень нравилось, в переходе метро, в переходе метро. Но теперь я придаю большое значение тому, чтобы производитель был проверенный, чтобы, в общем-то, как в данном случае, если продукт попадает в Италию, чтобы его проверяли на безопасность тех составов, которые используются, чтобы запахи были натуральными, как и должно быть в ароматических палочках, чтобы они не были химическими. Ну и сейчас я покажу вам свои любимые духи. Проблема моих особенностей и проблема моих любимых духов заключается в том, что они продаются только в бутике. И вот такая коробка имеется у них. Она очень потом удобна в использовании для губных помад. Поставишь вот так, и губные помады не просыпаются. Также очень удобно для кисточек, потому что кисточки всегда не до конца чистые. И вот здесь очень хорошо отпечатывается, но сам ящик остается чистым. Каждая бутылка закрыта вот такой красивой крышкой с кожаным чехлом. И сама бутылка упакована вот в такой красивый чехольчик, который потом можно, конечно же, куда-то еще использовать под какую-нибудь мелочь. Денежки, опять же, в машине. Кстати, нужно мне, наверное, переместить этот мешочек и хранить цивилизованно в мешочке, чтобы не пришлось в пакет складывать. В общем-то, вот так эти духи упакованы. Здесь еще, на самом деле, бывает бумага. Это коллекционная серия духов. Мои бутылочки всегда без колпачка. Я выбрасываю колпачки, потому что я забываю их надевать, потом они валяются, захламляют мне пространство. А то, что у мужа, оно всегда с колпачками. Все очень-очень аккуратно, все очень-очень красиво. По большому счету, эта коллекция, я не знаю, сколько запахов, возможно, их 19. Не знаю, изначально они были представлены в четырех количествах. Изначально эти духи были представлены в количестве четырех штук. И именно тогда я с ними познакомилась. Это произошло давно-давно, примерно 13, а то и 14 лет назад. Вот, опять же, мой муж очень аккуратен, а я не очень. И вот такие духи. И эти духи есть также в мини-формате. И это очень удобно. Хотя мини-формат, мы все понимаем, стоит всегда дороже. Я не буду ломать язык и утруждать ваш слух тем, чтобы произнести название своих любимых запахов. Но могу сказать, что мой любимый запах – это ваниль и что-то там, как я люблю говорить. А также бутылочка с сиреневой крышкой. Я не знаю, как называется. И запах не имеет отношения к сирене, это совершенно точно. Но крышка, упаковка, само стекло точнее, и крышечка у моего второго любимого запаха, она сиреневого цвета. Помимо цены, эти запахи отличают, конечно же, потрясающая стойкость. Ну и также заявляется, что эти запахи разрабатывают, либо разрабатывают какой-то очень-очень известный нос. Я на самом деле к этому видео совершенно не подхожу профессионально, не стала узнавать историю создания этих духов. Потому что это просто духи. Из любимых ароматов, которые у меня до сих пор в фаворитах, я могу сказать, что это Babydoll и в Сен-Лоран. Он до сих пор выпускается, чему я очень-очень рада. Этот запах возвращает меня в воспоминания о студенчестве. И я вообще согласна с Набоковым, однажды прочитала его фразу о том, что ничто не вызывает в нас такие сильные воспоминания, как запахи. И на самом деле, когда я чувствую запах Babydoll и в Сен-Лоран, я возвращаюсь в свое студенчество мысленно, потому что я пользовалась этими духами, мне их подарили в студенчестве. И также мне до сих пор нравится, но я никогда не имела сама, потому что мне больше нравится на других. Так же, как есть ароматы, которые есть у моего мужа. Они мне очень на нем нравятся. Они мне нравятся просто, когда их приснешь в воздух. Но сама я их носить не могу, они вызывают у меня какое-то ощущение, ощущение даже иногда тошноты. Я могу сказать, что мне до сих пор нравится запах Light Blue Dolce & Gabbana. И вот, пожалуй, это такие мои фавориты. И в Сен-Лоран, Light Blue Dolce & Gabbana. И практически вся линейка, за небольшим исключением. Например, недавно я почувствовала, практически закончила свой аромат. Он называется роза и что-то там. Роза и кибана. Наверное, на русском это будет звучать так. Я практически его закончила. Совсем-совсем чуть-чуть осталось. Но я поняла, что прямо он вызывает у меня тошноту. Настолько он интенсивный. Настолько я его хорошо чувствую. Хотя запах очень приятный. И буквально на днях я попробовала этого запаха. Нет у меня в коллекции. У нас в коллекции. Потому что, кстати, все эти запахи считаются унисексовыми. Даже запах роза, который только что я вам показала, считается традиционным запахом унисекс. То есть это запахи, которые предназначены для того, чтобы носили и мужчины, и женщины. Так вот, недавно я попробовала запах. Могу сказать, что он очень-очень похож на розу. Наверняка там какие-то ингредиенты похожие имеются. И тоже мне было не очень-очень приятно. Когда он выветрился наконец-то, я, в общем-то, была очень рада. Поэтому могу сказать совершенно точно. Вот такие мини-наборы продаются в составе четырех вот таких флакончиков. Это очень хороший способ, чтобы попробовать эти духи. И это очень хорошая альтернатива традиционному подарку. Потому что запахи очень необычные. Эти запахи очень узнаваемы. Если я чувствую их на людях, а их действительно можно почувствовать, то совершенно точно это запахи, которые никто еще не скопировал. Возможно, не смог воспроизвести формулу. Похожих таких запахов нет. Могу сказать, что в преддверии 23 февраля, а также 8 марта, если вы живете вблизи от бутика Hermès, продаются эти запахи только в бутиках Hermès. Их невозможно купить в традиционных магазинах. Хотя все остальные запахи Hermès, которые представлены также в бутике Hermès, продаются и в любых других парфюмерных магазинах. Но вот эта линейка считается исключительной. Кстати, как она называется эта линейка, я даже не знаю. Просто какие-то коллекционные запахи, они всегда стоят. И сейчас стенд, где традиционно эти запахи выставлялись, уже не помещает. Это такая тумба в каком-то видео, я тоже показывала. Потому что эта тумба, на которой изначально были представлены 4 запаха, теперь уже не умещает все запахи. Поэтому, если вы зайдете и хотите попробовать эти запахи, вам необходимо все-таки поинтересоваться, какие еще не выставлены, какие еще есть. Вот такие мои любимые запахи. В целом я очень спокойно отношусь. И люблю, когда я сама ничем, на самом деле ничем не пахну. И люблю, когда люди вокруг меня тоже, в общем-то, ничем не пахнут. В то время, как мне очень нравится открывать дверь своего дома и чувствовать какой-нибудь хороший, приятный запах. На этом с вами обращаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.